Привет, с вами Эльдар Муртазин. Мы поговорим сегодня, как вы уже догадались, про планшеты компании TCL. Чем он мне приглянулся? У TCL есть несколько планшетов, которые имеют в названии точнее слово Next Paper. Next Paper это вид IPS экрана, который имеет матовый слой, аппаратную защиту от синего цвета. Насколько она работает или нет, проверить на практике достаточно сложно, но различные тесты, сертификаты указывают на то, что действительно она работает. Это не программная настройка, что отличает выгодные экраны от всех остальных, особенно те, кто проводит за экраном много времени и заботится о своем здоровье, назовем это так. Но самая главная фишка этого планшета, это безусловно диагональ экрана, потому что диагональ экрана здесь 12,2 дюйма, то есть это достаточно большой экран, при этом это флагман, флагман компании TCL. И здесь мы сразу приходим к тому, что многие люди, знаете, как говорят, ну большой экран это хорошо, но TCL странно. Давайте посмотрим на рынок. Ну вот просто взглянем, а что у нас есть? У нас есть Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition, он вышел в 21 году. Да, обновляется софт, но тем не менее, это модель 21 года. Но самое главное, что стоит она порядка 50 тысяч рублей. Если мы говорим о других конкурентах, Huawei MatePad Pro 12 дюймов тоже, ну 12 с небольшим, он стоит от 55 тысяч рублей. А этот планшет стоит 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей и соотношение цена-качество без клавиатуры, правда? Клавиатуру за 5 тысяч можно купить отдельно. Но соотношение цена-качество, то что он только-только появился, конечно, подкупает. И мне этот планшет понравился сразу по нескольким моментам. Про них мы сейчас подробно поговорим. Но вначале хотелось бы остановиться на том, что вы получаете с этим планшетом. Вы получаете стилус. Вот такой. Он идет в комплекте. С помощью его можно рисовать, писать на экране. И все, кто смотрел наш обзор на Next Paper 10S, знают, что там ровно такая же ручка идет в комплекте. Знают, что она работала медленно, не очень корректно, не очень хорошо. И мы посмотрим, насколько это изменилось в этом планшете. Изменилось тотальное восприятие абсолютно другое. То есть нет тормозов, все работает хорошо. Для того, чтобы достать лоток для microSD, у нас есть то, что называется на английском Sim Ejector. Хочется сказать, палка-ковырялка. Нет. Вынимаем лоток. Сейчас тоже на это посмотрим. Ну и, конечно же, зарядное устройство. Оно идет в комплекте. Зарядное устройство у нас. Где же, где же, где же. Я уже из комплекта все достал. Всем пользуюсь. Сейчас давайте посмотрим. У нас где-то есть тут зарядка. Вот я ее оставил отдельно. Батарей, как к слову сказать, здесь 8000 мАч. USB Type-C, USB Type-A. 18 Вт зарядка. Полная зарядка батареи. Происходит за 4 часа. Долго. Безусловно. Но если мы говорим о планшете, для планшета это нормально. Про время работы поговорим чуть позже. Пока я хотел бы остановиться на нескольких моментах о том, что из себя представляет планшет. Для этого надо посмотреть его внимательно вблизи. Давайте это сделаем. Первое, на что я всегда обращаю в планшетах внимание, это, конечно, экран. И чем больше диагональ экрана, тем лучше для меня. И главное разрешение. Здесь разрешение 2К. При этом количество точек на дюйм 213 точек на дюйм. Но самое главное в другом, пожалуй. Посмотрите, обратите внимание, экран матовый. Я вот сейчас обращаю. Тут действительно остаются так же, как на других планшетах, следы от рук. Но любой глянцевый экран покрывается следами намного быстрее. И самое главное, они заметны. Тут эти следы практически незаметны. Вот этот матовый слой делает возможным работу с планшетом более приятной. Ну, планшет эстетически выглядит по-другому. Я вот возьму свой телефон. Ну, смотрите, да. Вы видите, как на экране здесь нет пленки. На экране следы не то, чтобы я сметаной мазал руки. Это обычные жирные следы от рук. Вот они, надеюсь, что вам видно. Тут они практически не остаются. Вот те же самые руки. Дайте другой рукой, чтобы вы поверили, что я не стер тот экран. Одним словом, это хорошая штука. Две 8-мегапиксельные камеры фронтальные. Они позволяют получить хорошее качество. И одна широкоугольная, другая нет. Хорошее качество при видеосвязи. Поэтому, ну, в общем-то, для видеосвязи планшет неплох. 13-мегапиксельная основная камера. Она тут прямо названа АИ-камера. Есть размытие, есть другие функции, есть светодиодная вспышка. Но, конечно, до смартфонов не дотягивает. Однозначно. Качество корпуса. Это стекловолокно. Ну, пластик, считаете, тоже пластик. Два микрофона на верхнем торце. Клавиша регулировки громкости. Кнопка включения. И обратите внимание, что здесь 4 динамика. 4 динамика. По два с каждого торца. USB Type-C. Светодиод, который показывает, что у вас идет зарядка. Ну, и лоток для microSD-карточки. В России нет варианта. Вот эта microSD-карточка. Тут же идет карточка NanoSIM. Если у вас есть поддержка LTE модема. Ну, не LTE, 5G. Вот, все. Карточку загнал. Обратно. Значит, если у вас есть 5G. 5G-версия в Россию не поставляется. Качество сборки отличное. Весит он 599 грамм. И достаточно хорошо лежит в руках. То есть, 599 грамм. Это не так много. В одной руке вы можете его держать. Хотя, конечно, тяжеловато. Можно купить чехол-подставку. Можно купить чехол с клавиатурой. У меня, кстати говоря, вот этот чехол с клавиатурой. Она английская. Я печатаю вслепую. Но, конечно же, официально поставляется с нормальным двуязычным вариантом клавиатуры. Значит, я не настроил распознавание лица. Оно здесь есть. Работает нормально. Но мне особо не нужно. Пользуюсь графическим ключом. Самое главное в клавиатуре, вот в такой подставке. Она регулируется. Стоит 5000. Выглядит вот так. Достаточно жесткое крепление. Она тяжелая. То есть, вес, я напомню, 600 грамм. Этот вес, он увеличивается практически вдвое. Тачпад достаточно удобный. Кстати говоря, я где-то испачкал клавиатуру чем-то. Тачпад достаточно удобен. Мне он нравится. Если мы говорим про клавиши и то, что в них можно набирать текст, например. Клавиатура имеет очень неплохой ход. Она удобна. Есть ряд функциональных клавиш. Вы можете быстро переключаться. Клавиша FN позволяет. Ну, например, да. Можете регулировать яркость подсветки и прочее. Клавиатуры у самой подсветки нет. И это, наверное, для кого-то минус. Но если мы говорим об удобстве. Вот два в одном использовать планшет как компьютер. Он достаточно удобен. И он выигрывает. Вот когда я говорю про вес. Вес. Вещь такая. Мы сразу говорим. Вау, это нехорошо. Когда у нас вот такой вес. Сразу в два раза больше и прочее. Знаете, чем он обусловлен? Это жесткая поверхность. Вставки для того, чтобы планшет лежал на поверхности хорошо. Его одной рукой не раскроешь. Что тоже понятно. Но самое главное. У меня, кстати, разблокировано устройство с помощью разблокировки. С помощью лица. Она настроена, оказывается. Но самое главное в другом. Что вот эта жесткая поверхность. Вот. Планшет. Да, он потрясывается и прочее. Но за счет того, что увеличили вес. Это редкая возможность. Вот с таким планшетом два в одном работать на коленях. То есть вот на коленях. Вот так набирать что-то. Ну я сейчас от балды набираю. Но. Да, потряхивает его. Но достаточно удобно. То есть вы можете работать, держа его на коленях в транспорте или где-то еще. Вот такую клавиатуру. Не суперудобно, как на компьютере. Но намного лучше, чем на многих планшетах. Где именно клавиатура, она мягче, тоньше. И вот тут ход клавиш, он неплохой. Поэтому не восторг-восторг, но очень и очень достойно, скажем так. Значит, следующий момент, про который я хотел поговорить. Ну, перед тем, как пойти дальше. Пого-разъем. Вот он есть, пятиконтактный внизу. Убираю клавиатуру. Убираю клавиатуру. И, допустим, обратите внимание на матовость экрана. Допустим, я хочу... Обратите внимание, да? Неактивный стилус с точки зрения того, что в нем нету никакой электроники абсолютно. То есть это магнитное перо. Ну, вот, допустим, у меня быстрая заметка. Я хочу не пальцем рисовать, а рисовать с помощью того пера, стилуса, который здесь есть. Я даже не знаю, что вам нарисовать, потому что рисовальщик из меня еще тот. Я даже не знаю, что это. Ну, в общем, вот какая-то такая геометрическая луч солнышка вам нарисую. За глазами. Вот, считайте, что автопортрет. Я могу тут рисовать, конечно, пальцем. Это тоже возможно. Но... Разные инструменты. То есть, может быть, заливка. Обратите внимание, что заливка, она... Конечно, не как на Самсунге, когда реагирует на А4096 степеней нажатия. Тем не менее, как недорогой вариант, который входит в комплект, почему нет? И вообще, приложение Bambu Paper, оно очень-очень прикольное. Помимо него, здесь есть другое приложение, которым вы можете воспользоваться. Он называется Концепты. Концепты позволяют рисовать намного более, скажем так, какие-то вещи. Вот, обратите внимание, да. То есть, само приложение, оно понимает, что я начинаю давить сильнее. То есть, степени нажатия все равно вот здесь отрабатывается. Вот я не давлю, давлю сильно. Давлю не сильно и увеличиваю давление. Штриховка какая-то. Вот, нет, подключение. Ну, допустим, твердый карандаш хочу. Вот, твердый карандаш. Но это, причем, бесплатная версия. Можно Pro-версию. Она стоит порядка 350 рублей в месяц. Здесь есть слои, здесь есть возможность создавать проекты и прочее-прочее. Таких приложений достаточно много. Главное, что ваш стилус, вот это перо, их поддерживает и не требует никакой зарядки или чего-то подобного. При этом, я обещал же вам показать, что здесь от руки можно писать совершенно нормально. Ну, давайте попробуем. В отличие от 10S. Я на весу держу, мне не очень удобно, проще положить. Ну, то есть, вы видите, я разучился писать. Ну, давайте, мы имеем. Иван, у вас я стал Иван Иванович, Иван Иванович. На английском я тоже пишу. Примерно так. Значит, здесь есть кнопка. С помощью кнопки можно менять тельные настройки. То есть, в данном случае, это получается более жирный шрифт. При этом, если бы я... Зациклимо. Если бы я хотел что-то другое, зависит от приложения. Но, там, может стирать, например. Прикольная штука, потому что в комплект входит изначально перо. Вам не нужно бегать искать. Если это планшет для школьника, для студента. Это, действительно, для тех, кто рисует. Большая диагональ. Перо в комплекте. Вообще круто. Если мы говорим про аналогичный по размерам, например, iPad. Он будет стоить в 2,5-3 раза дороже. И это вам еще надо будет долларов в 100 отдать за Apple Pencil. Тут же все есть в комплекте. Одним словом, молодцы. Матовый экран. 2 кей-разрешения. Мы уже поговорили чуть-чуть про него. Сейчас давайте поговорим про то, что экран умеет. На мой взгляд, он, я не знаю, видно вам или нет, он уходит сейчас в синеву. Максимальная яркость при авторегулировке яркости это 360 нит. Она комфортна. На солнце экран виден. И в отличие от того же 10s, здесь экран имеет лучшие углы обзора. Вот если я сейчас буду его вращать, не знаю, видно вам или нет, то да, экран не то, что не выцветает. Я вижу вот все, вот сейчас я отклонил для себя. Я вижу картинку хорошо. То есть углы обзора у него отличные. Если вы вместе с кем-то сидите, с ребенком рисуете, или кто-то рисует, что-то вам показывает, с обзором нет вообще никаких проблем. У меня сейчас тема яркая. Это цветовая гамма. И мы можем переключиться на естественную. Здесь уже не синева такая легкая, а в желтизну уходит. Ну и расширенная, естественно, вы можете настроить как угодно. Ну, то есть вы настраиваете, как вам кажется, будет лучше для вас. То есть вот я бы настроил как-то вот сюда, больше к белому. Но вы видите яркое, кстати говоря, ближе к этому. Когда я говорю про синему небольшую, она видна в интерфейсе только. Как только вы запускаете видео или еще что-то, нет с этим проблем. NextVision, движок фирменный от TCL, он позволяет менять настройки. Здесь же есть режим чтения. Вот вы видите, он переключается в такой режим фактически книжки. При этом режим чтения интересен тем, что... Давайте Amazon запустим. Черно-белое, да? По сути, все. И где же у меня Kindle? Kindle, Kindle, мой Kindle. Значит, ну, допустим. Шрифты здесь выглядят отлично. То есть для чтения эта книжка... Да, она большевата, да, она неудобна в руках, возможно. Но она отлична тем, что шрифт резкий за счет того, что разрешение экрана 2К. То есть вот за счет этого мы видим, что шрифт хороший. При этом производительность этого решения, она весьма и весьма неплоха. Значит, я режим чтения хочу выключить, потому что мне он сейчас не нужен. У нас есть оптимизация видео, картинок, улучшение игры. Режим на солнце поднимает как раз таки до 360 нит. Но помимо экрана, помимо того, что он поддерживает стилус, наверное, нужно поговорить про производительность. Это важный параметр. И здесь я вам расскажу несколько вещей. Первое. Работа под нагрузкой. ЦУПУ троттлинг тест. Он очень привычный. Обратите внимание, что производительность просела только один раз. До 145. Он греется не очень сильно, этот планшет. И здесь средняя производительность 176. Это очень-очень неплохо. Восьмиядерный чипсет. Это Mediatek Companion 800. В рамках этого чипсета мы получаем очень неплохую производительность. Ну, для планшета опять-таки. 8 гигабайт памяти. Это LPDDR4X. При этом встроенной памяти здесь, помимо того, что карточки памяти microSD поддерживаются до 512 гигабайт, встроенной памяти 256 гигабайт. Из которых 230 вам изначально свободны. Это EAMC память. Она не самая быстрая. Потому что мы видим, что память хотелось бы, возможно, быстрее получить. Но, обратите внимание, в отличие от того же NextPaper 10s, память заметно быстрее. То есть, чтение почти 300 мегабайт, запись 241 мегабайт в секунду. Достаточно производительное решение. В интерфейсе, если смотреть на работу, это Android 12, оболочка TCL. Так вот, если смотреть на то, как она работает, она достаточно отзывчивая. Здесь нет никаких проблем, чтобы говорить, что что-то происходит не так, как мы ожидаем. Помимо производительности, на что хотелось бы обратить ваше внимание? Ну, сама оболочка, она не очень интересна, потому что здесь все привычно. Здесь есть необычная вещь, а именно FM-радио. Если вы будете вспоминать, есть ли тут разъем 3,5 мм, его нету. У нас есть разъем только USB Type-C, у нас нет встроенной антенны, и здесь возникает история того, что для того, чтобы пользоваться, вам нужна проводная гарнитура USB Type-C, в комплекте ее нет. Чего делать, непонятно, куда бежать, непонятно. Поэтому радио вроде как есть, но для большинства это будет бесполезной штукой. Есть встроенный GPS, он работает с A-GPS, глонасса нет, но, в общем, все работает очень-очень неплохо. Если говорить про оболочку, про возможности, тут, в общем-то, говорить особо не о чем. Все работает, все привычно, есть предустановленные приложения, там, российские программы, которые по закону должны стоять, там, тесты какие-то я поставил и так далее. То есть, по сути, планшет получился очень-очень неплохим за счет того, что 12,2 дюйма, 2К разрешение. И хотелось бы поговорить про время работы. Время работы, наверное, не самая сильная сторона этого планшета. Почему? В игрушках, таких тяжелых, 4-4,5 часа работы с максимальной яркостью, в режиме чтения 9-9,5 часов, в режиме нескольких дней, когда вы берете его и пользуетесь, ну, там, 3 дня, в разных приложениях, 6-6,5 часов работы экрана. Не супер много. Ну, это такая осознанная вещь, как говорится, на которую пошли в TCL. Помимо других функций, в планшете есть режим ПК. Вот он сейчас предложит мне войти в этот режим. Это привычный режим, который, ну, как Windows, да, мы видим, что у нас есть ряд иконок, у нас есть строка уведомлений, но вот есть у нас при этом сами уведомления. Обратите внимание, что с уведомлениями, вот настройки, например, с уведомлениями все прикольно. Почему? Потому что я могу эти уведомления ротировать. То есть я могу переходить между ними, я могу смотреть приложения, которые мне нужны. Например, часы я хочу вызвать. Я могу переключаться между ними по Alt-Tab. То есть у меня сейчас одно приложение, допустим, галерею запущу. И вот между часами и галереей я переключал с Alt-Tab. Запущенные приложения появляются вот здесь. То есть я могу на них смотреть. Вот я смотрю что-то. И допустим, смотрите, я могу на весь экран. И вот то, что появляются эскизы, вы уже догадались, наверное, что я могу делать. Я могу приложение менять местами. Оно может быть по центру, оно может быть узким сбоку. Просто нужно закрыть его. Закрыл. Одним словом, это действительно режим ПК, в котором я могу переключаться между приложениями, запускать их и так далее. Давайте вот так, чтобы показать, что. Этакий Windows режим, если хотите. Это действительно для тех, кто использует клавиатуру, приятно. Но этот режим можно оставить и включить, даже если у вас нет клавиатуры. Этот режим прекрасно работает и без нее. То есть тут нет никаких проблем. Поэтому кому-то будет так привычнее. К, хотел сказать, ноутбуку, к планшету можно подключить мышку напрямую через USB Type-C USB. Он за Гоу поддерживается. Можно подключить по Bluetooth. Можно подключить беспроводную клавиатуру, если вы не хотите покупать эту клавиатуру. Мне кажется, имеет смысл, потому что вся конструкция, она, собственно говоря, вот такова. И у вас получается некое универсальное решение. Я вообще противник решений два в одном, потому что они зачастую хуже, чем компьютер. А компьютер стоит дешевле порой. Но вот это решение мне понравилось. Понравилось тем, что школьники, студенты, для них это действительно может быть неплохим выходом. Самое главное, это, конечно, экран и качество экрана. Давайте подытожим все, что мы знаем про этот планшет. У этого планшета есть одно несомненное преимущество. Это большая диагональ экрана. И это достаточно взрослое устройство, которое не имеет изъянов производительности. У него есть плюс в виде ручки магнитной, которая не надо заряжается. К сожалению, нет крепления на корпусе, как бы ее можно было носить. У нее нет, вот как Microsoft Surface у него нет магнитной липучки, чтобы прикрепить к корпусу. Но, тем не менее, соотношение цена-качество у этого устройства классное. 35 тысяч рублей. Кстати, до Нового года и до какого-то там января, до 9-го продавали со скидкой, цена была вообще вау, в лед они ушли. Но, тем не менее, даже при цене 35 тысяч, у нас прямых конкурентов с такой диагональю экрана нету на сегодняшний день. Вот, я прошерстил весь рынок, их нету. Скидки еще наверняка будут, что для кого-то будет интересно. Не самое, знаете, вот тоже, когда говорят, флагман сразу подразумевает, что решение должно быть самым-самым производительным. SSD должен стоять, не EMMC память, ни в коем случае. Тут все не так. Это не бюджетное решение, ни в коем случае. Это решение среднего класса, если хотите. Но, за счет цены, за счет возможностей, за счет уникальных фишек, там, в виде экрана, оно, конечно, выигрывает. Как книжка для чтения, как планшет, на котором можно рисовать, писать и так далее, как универсальное устройство и замена, в том числе, компьютера, оно вполне применимо, если не ждать от него многого. Вы знаете, я всегда представляю устройство следующим образом. Что было бы, если бы устройство 5-10 лет назад попало ко мне в руки? Вот, на том фоне устройств, которые были тогда. Я могу сказать одно, что вот 5 лет назад такое устройство было бы выносом мозга просто, что оно может делать вот так, всякое, прочее, настолько быстродействие, как флагман, там, 5-ти летней давности, даже лучше. Поэтому это устройство, скажем так, интересное, с точки зрения производительности не будет вызывать вопросов, и самое главное, что целевая аудитория, школьники, студенты, те, кто ищет интересное соотношение цена-качество и хочет большую диагональ. Всегда диагональ экрана выигрывает. И последнее, о чем хотел сказать. 4 динамика, громкий звук, качественный звук. Качественная картинка при просмотре видео, например, YouTube, имеет смысл ставить разрешение 1080p или больше. И получается, в общем-то, неплохо. Одним словом, любите и жалуйте в TCL Next Paper 12 Pro. Новый планшет компании TCL флагман получился удачным, в отличие, например, от XS, где были изъяны производительности, там, ощущение, кстати, после XS я брал с опаской этот планшет и думаю, блин, наверное, что-то может быть не так, производительность или что-то. Вообще нет. Абсолютно разные миры, знаете, как будто создавали разные компании. Ну вот, удачный планшет, удачная цена. Любите и жалуйте 12-дюймовый планшет на Android от компании TCL. Удачи и до новых встреч. Пока.